Начнем с следующего. Сам по себе суть проекта решения. Если вы откроете прямо само решение, называется внесение изменений в правила землепользования и застройки. Внесение изменений. Ключевое слово. Раньше, в предыдущих созывах, мы с вами утверждали ПЗЗ в новой редакции. То есть, заново писался документ, где-то вот Михаил Анатольевич показывал красненьким, как на презентации, какие изменения он вносит. И мы переутверждали фактически документ в новой редакции. Вот теперь, слава богу, по нашим частым замечаниям на эту тему, документ стал носить название внесения изменений. И понятно, что то, о чем говорит Денис Анатольевич Четвергов, здесь этих изменений касательно внесения изменений в зону G33, а внесения дополнительного вида использования, как среднеэтажная жилая застройка до восьми этажей, здесь его нет. Потому что был он исключен решением комиссии, точнее, как по рекомендации комиссии, был исключен главой города. Важно, что Саров Инвест, обращаясь в комиссию о внесении такого изменения, данный изменений касается исключительно конкретной территории. То есть это изменение касается не всего города, а конкретной территории, на которой ведется комплексное освоение в целях жилищного строительства. И тут надо уже перейти к самому заключению комиссии, потому что очень серьезные разночтения в составе той документации, которую нам прислали. Первое. Согласно Городостроительному кодексу, статья 5.1, часть 2, участниками слушаний, публичных слушаний, по правилам землепользования и застройки или по проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки являются правообладатели земельных участков, собственники недвижимого имущества, находящегося на данной территории. То есть Сарохинвест обращается по изменению вида использования как правообладатель земельного участка. И, соответственно, в соответствии с Городостроительным кодексом, участниками слушаний по конкретному этому изменению должны были считаться только те, кто владеет имуществом или имеет земельные участки на данной территории. Но, к сожалению, комиссия, намешав еще дополнительно несколько изменений, о чем Михаил Анатольевич сказал, что не только Сарохинвест был заявителем, под дополнительным изменениям, решила, что данные изменения касаются территории всего города и поэтому допустила к участию в публичных слушаниях достаточно широкий круг лиц. Сейчас я, значит, вот листаю заключение. Во-первых, перечисляют все заявления, которые поступили. И в заключении пишут, что комиссия полагает нецелесообразным учитывать вышеуказанное обращение. Это первая нестыковка, кстати говоря, в заключении, что перечислив все поступившие обращения, комиссия уже считает нецелесообразным их учитывать. Дальше идет пространное объяснение на тему водоохранной зоны, прибрежной защиты полосы. И в дальнейшем следует, что комиссия полагает слесообразным учесть 181 обращение и голосование на сайте «Колючий Саров» и «Зато новости» среди 3364 респондентов. Значит, та же самая статья 51 градостроительного кодекса, которая регламентирует проведение публичных слушаний по такому виду документов, говорит, что невозможно учитывать мнение участников слушаний, которые не представились, не представили документы как паспорт, то есть не идентифицировали свою личность, и не подтвердили право собственности или право обладания того или иного имущества на указанной территории. Таким образом, как минимум, как минимум, анонимное голосование на каких-то сайтах или площадках в социальных сетях не может быть под облекой для принятия решения комиссией, понимаете, по документу в рамках градостроительного кодекса. Мы сейчас все-таки ПЗЗ рассматриваем в рамках законодательства, а не в рамках, так сказать, политическом. Но это еще не все. Комиссия, выпуская заключение, собиралась дважды. Дважды выпускали протоколы, соответственно, заседание комиссии. Протокол от 5 марта. И как раз здесь комиссию ссылается на часть 2 статьи 5.1, что градостроительного кодекса, что участникам публичного слушания могут быть только постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты. И указывает, что, в принципе, 117 человек, из обратившихся, так или иначе являются правообладателями. Кто эти правообладатели? Хороший вопрос. Значит, с моей точки зрения, волей судьбы единственными действительно участниками публичных слушаний могли быть... Могли быть только лишь жители проезда Ахтямова. А их дома, это 14 блокированных домов, находятся в территориальной зоне Ж-33, в отношении которой готовятся эти изменения. И они направили свое обращение на имя Василия Васильевича Ласточкина, в комиссию в том числе. Вот оно у меня перед глазами. Комиссия не сочла нужным даже посмотреть, что за требования написаны в их обращении. То есть, по водоохранным зонам и защитным зонам реки комиссия дает свое заключение, письменно в самом заключении отражает, почему все эти требования несостоятельные, что Саровинвест прошел согласование в Волговском бассейне соответствующей проектной документации. Давайте разберем по пункту. Что они пишут? Так, есть. Это же... Давайте дойдем. Значит, пишут, что... Значит, нарушает... Вот такое предложение, безусловно, нарушает наши права на благоприятные условия жизнедеятельности. И дальше по пунктам. Так, для уже построенных 14 домов на проезде Ахтямова согласуемая среднеэтажная и многоэтажная застройка принципиально ухудшает освещенность жилых помещений естественным светом. Значит, если посмотреть на карту, которая была предложена на публичных слушаниях, застройка находится на севере от уже построенных 14 блокированных домов. То есть, никаким образом... Ну, понятно, солнце у нас идет с востока на запад через южную сторону. Освещенность быть нарушена не может, даже если там построить семиэтажный дом. Значит, дальше они говорят, что типа она должна примыкать... Сплошная стена среднеэтажных домов не считается околей мансарды. Значит, есть соответствующие нормативы отстояния от границ участков. И, соответственно, все это решается на этапе проектирования, размещения соответственных объектов строительства. И если эти нормативы будут нарушены, Михаил Точень не даст соврать, администрация никогда в жизни не выдаст разрешение на строительство. То есть, есть такие так называемые нормы инсоляции. Следующий пункт. Отначительно ухудшается транспортная ситуация в существующем микрорайоне. В настоящее время застроен малоэтажными домами микрорайон. Разнозначно ухудшает благоприятные условия здесь, а также состояние экологии данного района. Надо понимать, что строительство, когда на этапе строительства строили проезд Ахтямова, он примыкался к проекту планировки компании «Саровинвест». То есть, проезд, который идет по ныне названной улице проезда Ахтямова, это и есть продолжение внутриквартальных проездов в соответствии с проектом планировки, уже утвержденным. То есть, «Стройинвест-С», когда проектировал свое строительство, примыкался к будущей транспортной инфраструктуре, которая должна построить «Саровинвест». В любом случае построит. Поэтому говорить о том, что там им построят дополнительные проезды, их все равно построят, потому что уже примкнулись. Уже это будет так. Следующий пункт. Я долго выступать буду. Сколько у нас предполагает? Немаловажным фактором ухудшения экологии является... Мы вообще на комитете, а не на городской думе. Я считаю, что нужно досконально изучить предмет вопроса. Вопросы я просто перебью. Вы сейчас хотите, чтобы мы оспорили решение... Не-не-не, я до конца сейчас дойду и скажу вывод. Денис Валяевич, я дойду до вывода. Не переживайте. Немаловажным фактором ухудшения экологии является вырубка леса. Значит, все порубочные билеты выданы, и там будет произведена вырубка леса. Я вот прям могу точно заверить. То есть, там не останется ни одного этого дерева. Поэтому это тоже не аргумент. Отсутствует официальное заключение экспертных органов на надежность предлагаемых сооружений. Значит, проектирование сооружений не проводилось, и будет обязательно проведена экспертиза, о чем, в принципе, Владимир Николаевич Еминцев на слушании говорил. Но люди предпочитали его не слышать. Ну и дальше отдельно ставим под сомнение законной застройки согласно Водному кодексу. Тут проводный кодекс, значит, комиссия, тем не менее, расписала, почему это нет. Как мы видим, из предложенных пунктов все они, в принципе, несостоятельные, легко комиссии могли быть рассмотрены досконально, по ним могли быть приняты решения и так далее. Дальше предложение Жинжикова Андрея Валерьевича, заместителя директора ФСР, касательно внесения изменений в статью 39.2. Это очень интересный момент, потому что очень специфический момент в том смысле, что он распространяется только на комплексное развитие территории. И, понимаете, внесение дополнительных видов застройки, о чем я только что сказал, да, то есть это ИЖС, блокированная застройка, малоэтажная, да, в дополнение к среднеэтажной высотной, по сути, ставит крест на инвестиционную привлекательность вообще всего комплексного развития территории, которое у нас в городе обозначено. Вот, по сути, это сейчас только один проект комплексного развития территории реализуется, реализуется он в поимире Кисатис. То есть мы можем сказать, что замдиректора ФСР сознательно, да, вносит предложение, комиссия его поддерживает с целью ухудшения, значит, результатов деятельности конкретной компании, Сарухинвест. Вот, понятно, что компания ФСР, например, скорее всего, не будет участвовать ни в одном проекте связанном с комплексом развития территории. Потому что один они уже проиграли, в дальнейшем, скорее всего, они участвовать не будут. Мы все с вами, тем более, являясь попечителями Фонда социального развития, членами попечительского совета, прекрасно знаем состояние агентства недвижимости. Все-таки мой вопрос остается открытым на тему того, почему бы на весь город не распространить. Это тот момент, когда ФСР, строя свои дома в районе улицы Менделеева, пятиэтажные, заявляет о строительстве парковки и не строит ее. То есть сама организация не выполняет требования, которые дополнительно на нее накладывают, но считает необходимым вносить изменения, ухудшающие, на самом деле, изменения. Вот теперь давайте подумаем, почему я здесь выступаю, да, и тем более в защиту конкретного изменения. Ситуация следующим образом обстоит. Нам с вами, в принципе, предложили на утверждение документ. Его можно утвердить, скорее всего, юридических каких-то помарок там или неточностей в нем нет. Вот. Но здесь существенным образом затронуты права одного застройщика, который сейчас на данный момент строит и продает жилье у нас в городе. Значит, тот мизер, который строит, строит «Строинвест-С», ФСР, никаким образом повлиять на рынок жилья не могут. И на уже готовом земельном участке с минимальным вложением бюджетных средств, я имею в виду дополнительные инфраструктуры, строительство, подводы, коммуникации и тому подобного, там не требуется наших вложений. Значит, «Строинвест-С» предложил построить дополнительные квадратные метры. Понятно, что они не появятся, вот, по щелчку пальца, там, завтра. Это большой проект, огромная территория, и застраивалась бы она там в течение нескольких лет. Перед городом стоят задачи по строительству жилья, устанавливаемые не только правительством Нижегородской области, но и федеральным правительством, некие показатели, за которые, в том числе, будет отчитываться и глава города, и губернатор. Значит, 1А, 1Б, скорее всего, завтра не начнутся, да, Михаил Анатольевич? Скорее всего, 23-й год, это начало освоения. То есть, раньше 25-го года мы там не увидим квадратные метры жилья. Соответственно, все это приведет, реально приведет к существенному дефициту нового жилья, существенному дефициту нового жилья на рынке. Уже сейчас мы это чувствуем, да, если вы откроете там торговые площадки, где размещают объявления частные, вы увидите цену жилья реально в городе, на халупы, извините за выражение, да, там под 90 тысяч за квадрат в хрущевках. Но это нереально, ребята, это так нельзя. И это наша с вами сейчас задача, да, всесторонне, вот сейчас я про выводы, да, всесторонне отнестись к вот этому документу. Вот на этой жидкой базе, понимаете, где учтены анонимные мнения, где учтены мнения людей, которые не имеют отношения к той или иной, к этой территории. Мы сейчас сами себе наступаем на хвост, стреляем в ногу, как хотите, но создаем жуткий дефицит нового жилья на рынке и отправляем цену за это жилье в космос, утверждая вот эти правила землепользования и застройки, в том числе не давая шанса, формализованного шанса, о чем Денис Анатольевич говорит, нет у него формализованного отказа. То есть есть проект решения, где нет ни слова про проектный участок 3-4 в пойме, а оспорить ему нечего. Понимаете, банально. Он пойдет оспаривать решение городской думы, которое принято на основании заключения, в которое положены все те аргументы, о которых я только что сказал. И суд будет рассматривать вот эту пачку документов.